Стороны угла величиной в 75 градусов перпендикулярны сторонам другого угла. Так, посмотрите, представьте себе, что мы нарисовали угол величиной в 75 градусов. После этого взяли точку, здесь опустили перпендикулярно и здесь опустили перпендикулярно. Получили некоторый угол, давайте его обозначим. Требуется узнать, к чему может равняться этот самый угол. Между прочим, возможно и другая картинка. Смотрите, вы могли взять точку, опустить перпендикуляр, пожалуйста. А здесь сделать так. Здесь опустить перпендикуляр, но угол взять не такой, а продолжение. Так что на самом деле, вот пусть у нас будет два ответа. Давайте. 80 минус 85 получится. 180 минус 75 это вообще-то 105. Да? Да, правильно. В первом случае 105, а во втором случае? 75. Объясни, можешь ты это сделать? Нам сказали два ответа. Что в одном случае это будет 105 градусов, а в том том случае это будет 75 градусов. Давайте. Это тут у нас будет у нас. Да. А вы 108. Да. Чтобы было как бы в четвертом угоде? Только не как бы. А мы учили теорему всего 360. Если вы уже посчитали, что два уклада в 180, то другие два тоже должны дать сто раз. Согласны? Отлично. Вот и пиши формулу. 180 минус 75 равняется 105. Надеюсь, все понимаю. От 180 отнимаем 75, да, 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 стоять. 75 равняется 105. Замечательно. Теперь переходим в левую штатежуру. Тут как бы то же самое, но только уже 100. Поэтому тут... На самом деле вы уже вычислили один угол. Да. Вот это ваше желание показывать 180 градусов, я это совершенно не понимаю. Это совершенно неинтересно, что там 180. Интересно, что вот здесь сколько? Здесь 105. Потому что комната, да, от 180 отнимаем 75. Замечательно. И что это значит? Что здесь? То, что здесь 75. Здесь 75. Абсолютно верно. Спасибо. Спасибо. Вы абсолютно правы. Все замечательно.